МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 9 лет работы сотрудники центра Флагманвет спасли сотни животных. Сотни приютили. Проект телеканала «Зоопатруль» расскажет о том, как спасают бездомных собак и кошек, страдающих от сильных морозов. Татьяна Титова с трудом сдерживает слезы. Именно она нашла на обочине дороги раненого, замерзающего щенка. Шла с работы. Ну, как обычно, пешком идут. Смотрю. На той стороне, как бы на обратной стороне дороги, щенок. Такой вроде как кричит. Ну, так увидел меня, глазами встретились мы. Вот. И он такой притих сначала. Я думаю, что-то не то, наверное. Ну, решила подойти. Подошла. Смотрю, лапку держит. Вроде не кусается. Ну, что так это. Постояла, подумала. Думаю, что делать-то. Не знаю. Думаю, может, подверну. Ну, дала ему поесть, что у меня там было, печенье какие-то. Утром Татьяна встала пораньше. И по дороге на работу решила проверить щенка. Утром встала пораньше, думаю, пойду, посмотрю, что как. Ну, иду на работу, смотрю, собаки не видно. Ну, наверное, забрали. Подошла, он лежит. Я так испугалась, что он ушел, умер. Ну, а потом, смотрю, хвостиком виляет. В результате на место, где всю ночь на обочине пролежал раненый, замерзающий щенок, выехали сотрудники ветеринарного центра. Когда приехала бригада ловцов, малыш трясся от холода и не мог двигаться. Ини на шерстке уже не таял. Эй, малек. Привет, малыш. Ой, обледенел уже весь. Сбитая собака, щенок, ну, подросток. По виду не скажешь, что он какой-то там вестравирный. То есть у нее не было открытых переломов, не было никакой крови, ничего. Единственное, что он лежал, замерзал. У него прям уже аж вся морда была в этом, в инии. Забрал, отвез на своей машине, передал на лечение, так сказать. Уже в автомобиле по дороге в ветклинику собака начала согреваться. Сидит малыш почти что под феном. Печка дует, аж волосы с ушами шевелятся. В ветклинике выяснилось, что щенок получил сильную автотравму и отморозил лапки. Это помешало ему самостоятельно найти теплое место. Только отползти подальше от дороги. В какой-то момент это могло и осложнить. Ее спасение могли просто не заметить, потому что собака не очень крупная. Соответственно, наша бригада очень быстро выехала. Несмотря даже на то, что мы сработали все оперативно, собака уже полностью была покрыта инием. Она буквально даже уменьшилась дважды в размерах от того, насколько организм пытается мобилизоваться и каким-то образом хотя бы выжить в этой сложной ситуации. Щенку сотрудники ветклиники дали кличку Чойс. Несколько дней назад его обследовали, сделали рентген. Выяснилось, что у малыша после столкновения с автомобилем сломано несколько костей. На данный момент диагностирована травма конечности. Будет проведена операция, но пациент стабилен. Я думаю, что в этом случае полностью восстанавливается. Сейчас в ветклинике вместе с Чойсом находятся еще одна собака и две кошки, пострадавшие от морозов. У нас бывало такое, что пациенты поступали с температурой 33 градуса, либо градусник вообще не считывал их температуру. Но это также поправимо. У животных, конечно, необычайный восстановительный ресурс. Здесь очень важно еще и то, что они могут получить проблему с мочевыводящими путями, с почками. Это, конечно, все нужно контролировать и стараться им помочь как можно быстрее. То есть если вы видите такое животное, попавшее в беду, нужно как можно быстрее организовать его транспортировку в теплое место. Как правило, чаще от переохлаждения страдают собаки. Особенно опасны ситуации, если они травмированы и не могут самостоятельно найти себе теплое место. Котам и кошкам, как правило, в сильные морозы проще. Они могут спрятаться в подвале или забежать в подъезд. Для крупных собак это невозможно, и они вынуждены спать под открытым небом. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагманвет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы.